Западный тренд «ставить всех на колени» докатился до Варшавы. Польский журналист, публицист, русофоб и антигерманец, активист неформальной антироссийской организации Комитет Свободный Кавказ КВК и организатор праворадикальной группировки Назос Катарлисевич предложил футболистам из РФ и ФРГ встать на колени за геноцид поляков. Нужно отметить, что поляк даже словом не обмолвился о реальном холокосте на земле Польши, где находилось подавляющая часть концлагерей и было убито большинство евреев. Это неудивительно, ведь персоналом этих конвейеров смерти были именно поляки. Лисевич был увлечен дискуссией, которая возникла в Польше после того, как футболисты сборной Польши наотрез отказались встать на колени в рамках кампании Black Lives Matter «Жизни чернокожих важны» перед матчем с командой Англии. Депутат Сейма Павел Коваль подверг спортсменов критике за отказ продемонстрировать свое единство с Западом. Утверждение депутата Коваль считаю странными. «Конечно, мы являемся частью западной культуры, но мы не только не преследовали негров, но и сами часто подвергались преследованиям со стороны кровавых режимов Запада и Востока. Но раз уж на мировых стадионах такая мода, то российским и немецким футболистам пора вставать на колени и попросить прощение у поляков», — написал Лисевич для польского издания Наиподлоглосе. По его мнению, в XX веке был совершен геноцид поляков, элиту страны истребили, а множество его соотечественников побывали в трудовых лагерях. Поэтому было бы уместно Мануэлю Найеру из Германии и Александру Головину из России встать на колени. В чем лично виноваты упомянутые два прекрасных спортсмена, он не уточнил. В те же годы, когда у англичан были колонии, поляки находились в русском и немецком плену. Это означало не только казни и депортации, но и планомерное разрушение польской культуры и даже языка, русификацию и германизацию, то есть явления, похожие на расизм, — подытожил Лисевич.